Новый 16-срезовый компьютерный томограф установили в городской поликлинике номер 3 в Хабаровске. Работы проведены в рамках исполнения поручения в Рио губернатора края Михаила Дегтярева. На новое оборудование выделили субсидию в 22 миллиона рублей из средств краевого бюджета. Томограф уже подключен к системе Центрального архива медицинских изображений по национальному проекту здравоохранения. Обследование на компьютерном томографе планируют проводить в две смены. В день проходимость пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию составит 12 человек. По словам главного врача городской поликлиники номер 3 Ольги Гусевой, при необходимости пропускную способность увеличат. Томография – это эффективный способ оценить состояние сосудов и сердца, суставов, спинного и головного мозга, позвоночника, органов малого таза, грудной клетки. Сейчас томограф будут использовать для диагностики пневмонии. После стабилизации эпидемиологической обстановки его переведут в плановую работу. Скоро и в других городах откроются КТ-кабинеты. В городской больнице номер 2 в Комсомольске-на-Амуре, до конца года в Бикини. В больнице номер 1 Хабаровска планируем установить 64-срезовый томограф в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Там же отремонтирован 16-срезовый КТ-аппарат. Планируется к покупке еще один по программе переоснащения тяжелого оборудования. В клинико-диагностическом центре ждут новое оборудование. Суммарно до конца года в Хабаровском крае установят 9 новых КТ-аппаратов, рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по специальным вопросам. В Хабаровском крае функционирует 7 СКТ-центров. С начала пандемии коронавирусной инфекции проведено 149 540 исследований. В среднем в день 180. На пике второй волны COVID-19 в день выполняли до 1100 исследований.